Сборы в Сочи российские батутисты проводят впервые. У спортсменов много впечатлений не только от курортного города, но и от самих тренировок. Вообще батутисты называют себя аквариумными, всегда занимаются только в залах и на батутах, а здесь большую часть времени проводят на свежем воздухе. Бег на стадионе, зарядка с пробежкой до моря и хореография. Никаких батутов и прыжков, разве что несколько сальто, и то по просьбе журналистов. Упор на выносливость и повышение защитных сил организма. Мы впервые вообще проводим сборы без наших снарядов, без батутов. Это очень полезно, потому что отдыхает голова, вестибюлянный аппарат. Ребята, во-первых, получают очень большой запас кислорода. И помимо восстановительных мероприятий мы еще большой акцент ставим на физическую подготовку. Условиями сочинской базы команда довольна. Еще бы в Подмосковье, где большую часть времени проводят батутисты, температура уже минусовая. Кстати, на сборы в Сочи приехал только юниорский состав. Взрослые после американского чемпионата мира сейчас отдыхают. На турнире за океаном почти все спортсмены взяли медали и первое общекомандное место. Пополняют копилки награды юниоры. Мария Захарчук, например, завоевала бронзу на юношеской олимпиаде в Китае. Соревнования проходили. Сначала мы неделю тренировались там, а потом уже все началось. Конечно, морально переживала, но тренер меня поддержал, Алексей Зоснич, и вот получилось, вместе с ним добились. Дмитрий Зенкин еще одна звезда юниорского состава. Он победитель первенства мира в младшей возрастной группе, но уже готовится пополнить ряды взрослой команды. Под конец сезона уже надо поднять на следующий будущий сезон выносливость и силу, чтобы этого хватить достаточно было. Батутисты завершают сборы в Сочи. Впереди небольшой отдых, а в середине января они отправятся на тренировки в подмосковный Новогорск. Там же начнут готовиться к командному чемпионату России, который пройдет в Краснодаре. Следующий год для команды вообще будет крайне ответственным. В 2015 будут разыгрывать лицензии на Олимпиаду в Бразилию. Что касается дальнейших планов на Сочи, тренерский штаб не скрывает. Привезти команду сюда еще раз очень бы хотелось. В руководстве Югспорта пообещали, в новом тренировочном комплексе, который строится рядом со стадионом и будет сдан в следующем году, найдется место и для батутов. А это значит, что команда вернется в Сочи еще не раз. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.